Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем серию передач, посвященных истории и культуре Древнего Египта. И начать я хотела бы с небольшой цитаты из Древнеегипетского папируса. «Существует нечто, перед чем отступает безразличие созвездий и вечный шепот волн. Это деяние человека, отнимающего у смерти ее добычу». И, наверное, если попробовать охарактеризовать Древний Египет, и тех людей, которые жили в этой стране, то главным их стремлением было продлить жизнь до бесконечности, остаться в ней навсегда. И поэтому так много они думали о смерти. На первый взгляд, они действительно очень много думали о смерти. И это поражает современного человека. Но на самом деле они это делали только потому, что хотели продлить эту земную жизнь и за границей, в мире ином. Когда же началась жизнь в этом древнейшем государстве, которое мы с вами называем Древний Египет? Кстати, Египет делит Пальму первенства с Месопотамией, о которой мы с вами так долго говорили, по поводу возникновения первого государства в истории человечества. Некоторые историки считают, что это была Месопотамия, другие же, что это был Древний Египет. Но во всяком случае, в тот период, когда еще Европа была покрыта ледником, вся Сахара была покрыта сплошной растительностью. И не было там никакой пустыни, что трудно себе сейчас представить, правда? Надо сказать, что археологи и сегодня на скалах в некоторых пещерах пустыни находят древние рисунки, петроглифы, на которых изображены животные среди буйной растительности и коровы, пасущиеся на тучных, покрытых травою полях. Однако, когда закончился ледниковый период, а это произошло примерно во II тысячелетии до н.э., то климат изменился не только в Европе, но и в Сахаре, вернее, на севере Африки. Там становилось все суши, палящие зной и засухи, иссушили землю, прекратились дожди, высохли реки, и вот тогда и появилась пустыня Сахара. Племена охотников вынуждены были двинуться на восток, ближе к морю, ближе к Нилу, и вот там-то и появились тогда первые обитатели Нильской долины. Здесь эти люди, бывшие собиратели, охотники, научились возделывать землю благодаря необыкновенной урожайности почвы, ежегодно удобряемой разливом Нила. Нил настолько играл огромную роль в жизни Древнего Египта, что мы посвятим ему целую отдельную передачу. Так вот, именно на берегах Нила древние люди, пришедшие туда еще во времена Каменного века, создали великую и загадочную культуру, существовавшую около трех тысячелетий. Этим людям пришлось научиться многому. Собирать и хранить драгоценную влагу в этой безводной засушливой стране с помощью оросительных каналов и дамб. Вы знаете, что это называется ирригацией. Они научились бороться со зноем и с наступающим песком. Считается, что первые доисторические люди в этих краях принадлежали к средиземноморской расе. А позднее они смешались с кочевниками, которые перешли из Передней Азии, возможно, даже из уже известного нам Дувречья. Вот так возник этнический тип египтянина. Среднего роста, с мощным костяком, с большой головой, с такими сильными запястьями и лодыжками. Представители этого типа и сегодня еще встречаются в отдаленных районах Египта, хотя на самом деле на сегодняшний день там живут уже совсем другие люди. Это арабское население, это мусульмане. Итак, на территорию Древнего Египта люди пришли еще во времена Каменного века. И кто они были? Однозначного ответа на этот вопрос нет до сегодняшнего дня. Некоторые ученые считают, что это были семитские племена из Азии, о которой мы с вами говорили в предыдущих передачах. Во всяком случае, это были сплоченные в своей национально-культурной и религиозной общности люди. Настолько сплоченные, что тысячелетиями сюда не мог проникнуть никакой чужеродный национальный элемент. Вернее, не мог пустить свои корни. И ничто не могло повлиять здесь на чистоту крови. Ни победители, ни побежденные. А Египет в свое время вел многочисленные захватнические войны и в определенный период своего развития, в период древнего царства, простите, нового царства, ведь был даже почти мировой империей. Ну а сегодня здесь живут потомки совсем другие, но тоже, правда, потомки семитов, арабы-мусульмане. Для них памятники и наследие древнего Египта – это возможность жить и зарабатывать деньги, потому что Египет на сегодняшний день – это крупнейший туристический центр. Туда устремляются туристы со всего мира и из России. Я думаю, это очень большой процент того туристического элемента, который на сегодняшний день кормит Египет. Арабы, конечно, по-своему сохраняют древнее наследие, но это не их культура и не их корни. Мертва ли культура древнего Египта? Ну, по этому поводу мне хотелось бы привести два совершенно противоположных мнения. Вот замечательный русский писатель Куприн по этому поводу написал однажды. Пёстрая и огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом и далёкой сказкой. А вот сами египетские жильцы считали по этому поводу совсем по-другому. Они говорили, Египет не умрёт никогда. Он будет жить в других народах. Только эти народы даже могут не знать об этом. Итак, пять с половиной тысяч лет назад, примерно в этот период, в Африке, в нижнем течении Египта, зародилась цивилизация ровесница Шумера, о которой мы с вами будем говорить. Одно из первых государств в истории человечества – Древний Египет. Давайте посмотрим с вами первый слайд. Это территория знаменитого Каирского музея. Мы ещё поговорим с вами о тех музеях, которые являются сокровищницами древнеегипетского искусства. Ну вот, это дворик Каирского музея. Современного достаточно он возник не так давно. Но здесь великолепное собрание памятников. В этом дворике туристов встречают символы Древнего Египта, Верхнего и Нижнего Царства, о которых мы с вами ещё сегодня поговорим. В одном царстве символом был папирус, вы видите, это такие пышные кусты, а в другом царстве символом был голубой лотос. Ну, наверное, действительно, все мы эти растения хорошо знаем, папирус может быть больше, но лотос также занимал наряду с папирусом ведущее место в символике Древнего Египта. Вообще, это было очень загадочное государство с исключительно оригинальным мировоззрением и самобытными формами искусства и религии. Страна эта очень долгое время оставалась загадочной и непонятной, как молчащий сфинкс, загадочный сфинкс у подножия пирамид. Ведь дело в том, что очень долгое время язык, сложный иероглифический язык египтян был не разгадан, а то, что видели глаза, было чуждо, далеко и непонятно. Зато теперь, после того, как расшифровали иероглифы, существует целая наука, египтология, которая в лице многих ученых и энтузиастов занимается изучением истории и культуры Древнего Египта. О египтологии мы с вами тоже поговорим отдельно в другой передаче. Сама же культура Египта, как и двуречия, существовала около трех тысячелетий. Это была величественная и самобытная культура. Во-первых, это изобретение иероглифической письменности. Это создание календаря. Это начало регулярного летовисчисления. Это выдающиеся достижения в области науки, особенно в астрономии и медицине. Это величественные пирамиды, храмы и дворцы. Это скульптура, это, наконец, дивный египетский орнамент. Мы обо всем этом с вами постепенно поговорим. Что же касается возникновения самой общности древних египтян, то на этот счет много мнений вплоть до вмешательства инопланетян. Вообще, когда заходит речь о Древнем Египте, то инопланетяне вспоминаются особенно часто, потому что слишком много неожиданных и необъяснимых, с точки зрения современной логики, достижений было сделано на территории этой древней страны, чтобы это можно было объяснить без вмешательства инопланетян. Но в целом, в настоящий момент в науке все-таки господствует мнение, что египтяне являются результатом объединения разных скотоводческих и кочевых племен, которые пришли сюда с восточного Средиземноморья и в разное время осели на цветущих берегах Нила. Недаром так долго в истории Египта во многом разделялись север и юг. Слишком разные, вероятно, были племена, которые пришли сюда. Здесь было два царства, вот только что мы их символику с вами посмотрели, два образа жизни, позже объединенных под одной короной. И непрочность этой разносоставной этнической общности регулярно обнаруживалась в истории Древнего Египта, особенно во времена кризисов, когда вспыхивали очень мощные восстания. До греческого завоевания египтяне сами называли свою родину Кемет, что означает «черная страна» или «страна людей», в отличие от красной, непригодной для жизни пустыни. Пустыню они называли «красная земля». То была «страна мёртвых», там их хоронили, перевозя через них в погребальных лодках. Там в пустыне продолжали они свою загробную жизнь. Себя же, жители чёрной плодородной страны, чёрной от Ила, поэтому Кемет, чёрная земля, себя египтяне, простите, называли понтами. И вот интересно в этом случае сравнить, я не случайно оговорилась, греческое название Чёрного моря – понт. Дело в том, что часто мы с вами в истории Древнего Египта пользуемся греческими словами, а, видимо, греки тоже заимствовали какие-то египетские выражения. Вот давайте мы с вами сейчас посмотрим поближе, как выглядит в основном территория Египта. Египта, удалённая от Нила, – это действительно каменистая пустыня. И вот сейчас перед вами вход в долину фараонов. Долина фараонов, место их погребения, также находится на лево берегу Египта, где и вообще располагалась страна мёртвых, где египтяне погребали своих покойников. Название «Египет» – тоже слово греческое. Появилось оно в связи с греческим названием бога древнейшей египетской столицы Мемфиса. Мемфис считался городом-крепостью бога мудрости Пта. И вот если дословно перевести «крепость бога Пта», то по-египетски это будет «хекупт». Сложно выговорить, и поэтому греки называли «айгиптус». И вот это слово трансформировалось в современное Египет. Так что даже само название этой древней великой страны мы с вами произносим по-гречески. Вообще в истории древнего Египта был даже эллинистический, греческий период, мы с вами об этом поговорим. Ну а в египтологии, в науке о древнем Египте есть тенденция рассматривать всю трёхтысячелетнюю историю этой великой страны как такой незыблемый монумент, который существовал, не изменяясь все эти тысячелетия. Скорее всего, это ошибка. Это ошибка нас, потомкам. Жизнь действительно там текла очень медленно, практически не изменяясь, но всё-таки она, конечно, изменялась. Историей Египта интересовались ещё учёные античности, древней Греции, древнего Рима. И уже тогда за Египтом закрепилась слава очень загадочной страны, страны-хранительницы древних знаний и тайн человечества. Пожалуй, первым настоящим историком, который открыл эту страну и посетил её, кстати, был неутомимый Геродот, древний грек, которого великий оратор древней же Греции Цицерон назвал отцом истории. Действительно, Геродот, как мы уже с вами говорили, был великим путешественником и обычно описывал только те страны, в которых побывал лично. И практически он объездил все доступные тогда страны, оставил нам, потомкам, 46 рукописей, 46 своих книг. Их веками переписывали, по ним изучали историю всего мира, не только древнего Египта. До нас сочинения Геродоты дошли в переписанном варианте XV века, их спасли из Константинополя, взятого турками. Многое в Египте Геродот действительно видел сам, и мы будем пользоваться в наших лекциях его записями. Ещё я хотела бы назвать древнегреческого географа, возможно, первого географа отца географии Страбона. Он много и подробно писал о египетской ирригационной системе. Настолько его поразили египетские каналы и плотины, которые давали жизнь этой безводной пустынной стране, что он именно на этом акцентировал своё внимание. И, пожалуй, Страбон I обратил внимание на влияние древнеегипетской культуры на Грецию. Были и свои древнеегипетские историки. В первую очередь назову человека по имени Манефон. Он жил в IV веке до н.э., то есть уже в поздний период. Но именно он составил первый и единственный полный список египетских фараонов. Это очень важно, потому что в Египте вся история велась по династиям. И не имея такого списка, мы были, пожалуй, бессильно составить точную хронологию древнеегипетской истории. Так вот, сопоставление этого списка Манефона с данными астрономии позволило достаточно точно определить время правления всех египетских династий фараонов и соотнести их с нашей хронологией, с современной. Вообще хронология – это отсчёт времени, наука о времени летоисчисления. Однако, если это летоисчисление, то в нём должна существовать какая-то точка отсчёта. Правда? Это условно выбранный разным народом и в разное время какой-то момент его истории. Поэтому хронология разная у разных народов и в разный период их жизни. Например, это может быть летоисчисление по правлению каких-то выдающихся царей, как это было, например, в Египте или в Ассирии. Это может быть сотворение мира, как считали в Древней Иудее. Это может быть день перехода пророка Мухаммеда из Микки в Медину. Мусульмане точно называют начало своего календаря – 16 июля 622 года. Это может быть первая Олимпиада, как считали древние греки. 776 год до нашей эры, как говорим сейчас мы. Это может быть основание вечного города, так говорили римляне, называя вечным городом свой Рим. 754 год до нашей эры, по нашей хронологии. И, наконец, это может быть рождение Христа, как считают христиане. Вот именно с этого момента, с рождения Христа, и начинается та хронология, которая пользуется практически во всём цивилизованном мире сегодня. И когда мы говорим «до нашей эры», это значит «до рождения Иисуса Христа». Как вычислили эту дату, как её соотнесли с прежним летоисчислением? Вот эта наша эра была отчитана, введена уже в христианском Риме, примерно в VI веке нашей эры. И именно тогда посчитали, что 754 год существования Рима является годом рождения Спасителя. И вот так соотнесли римское летоисчисление и новую эру. В России, кстати, вот это летоисчисление было принято во времена Петра I, во времена его реформ. И до этого у нас, кстати, время считалось по-другому. От основания мира, по византийской традиции ещё, разница между старой и новой хронологией во времена реформ Петра составила 5508 лет. И, например, когда в руки учёному попадает старопечатная книга, и там указаны её выходные данные, то иногда нужно действительно отнять 5508 лет для того, чтобы понять, собственно, в каком году эта книга была напечатана. Новый отсчёт времени у нас был введён Петром на самой заре XVIII века, в 1700 году. Кстати, впервые тогда в России появился зимний праздник Нового года, а до этого его праздновали осенью и весной. И вот, подводя такой небольшой итог рассуждения о хронологии, я хочу сказать, что и сегодня на планете многие люди живут в разное время, и календари их не соотносятся. Однако вернёмся с вами к Древнему Египту. Итак, накануне нашей эры, теперь мы уже знаем, почему так называется эта точка отсчёта, древнеегипетский жрец Манифон составил свой список хронологий, по которому и принята современная периодизация египетской истории. Хотя, впрочем, и раньше египтяне только по фараонам исчисляли своё время. По фараонам и так до сих пор. Хотя, конечно, в этой периодизации есть своё отступление, есть более подробная периодизация, менее подробная с переходными периодами, с периодами упадка. Мы же с вами будем говорить об упрощённом варианте. Всё-таки мы с вами не египтологи, а, скажем, любители древней истории. И вот такая упрощённая периодизация всё-таки позволит нам, не вдаваясь в сложные подробности, представить основную канву египетской истории. Итак, в конце V тысячелетия до н.э. в долине Нила между Средиземным морем и Первым порогом возникло около 40 примитивных государственных объединений. Давайте мы сейчас посмотрим следующий слайд. Немножечко отвлечёмся от древней истории и взглянем на тех, кто живут на территории Египта сегодня. Египет – это очень разная страна с современными городами. Кстати, Египет – это единственное государство в Африке, где существует метро. Метро было проложено в Каире в 1987 году. Единственную ветку оно имеет. Но, тем не менее, в пустынных районах Египта ещё проживают люди, которые ведут и кочевой образ жизни. Сейчас вы видите, как одна из наших туристок приехала с группы в гости к бедуинам. Бедуин в переводе с арабского – человек, живущий в ущелье. Кстати, у бедуинов в сравнении с женщиной-сверблюдицей, недаром они фотографируются имени на фоне верблюдов, сравнение с женщиной-сверблюдицей – это высший комплимент. И стоимость белого верблюда в Египте на самом деле равна стоимости Мерседеса. А теперь давайте мы с вами вернёмся опять в Древний Египет, когда на заре его истории возникло около 40 примитивных маленьких государств. Вот эти маленькие государства египтяне называли Сепе. Мы с вами этим словом не пользуемся, а пользуемся греческим словом. Греки называли эти маленькие государства Номы. Кстати, слово это сохранилось, и даже потом отдельные области Египта тоже назывались Номами. Но сначала это были независимые в политическом и культурном отношении государственные объединения, и их руководители, маленькие царьки, племенные вожди, назывались Намархами. Правда, египтяне называли их Аджмер, этого человека, что переводится как начальник канала. И вот это ещё одно подтверждение того, как важно было владеть водой в Египте. У кого в руках был канал, тот владел всем, в том числе и жизнью своих соплеменников. Вообще, хлеб и прибрежная полоска земли были главным богатством каждого Нома. Недаром тогда существовала поговорка «Сколько Номов, столько и Нилов». Номы в результате жестоких междоусобных войн в конце концов объединились, утратив свою политическую независимость достаточно быстро, в два царства – Верхний и Нижний Египет. Но следы культурной самостоятельности каждого Нома сохранились очень долго, вплоть до прихода римских легионеров. Итак, к середине IV тысячелетия до н.э. в Египте оформилось два царства – на севере и на юге, Верхний и Нижний Египет. Два настоящих централизованных государства, во главе которых стояли уже не племенные вожди, а настоящие цари, повелевавшие достаточно большой территории. И символом их вот такой уже божественной власти были их короны. Корона царя Нижнего Египта, который правил районом Дельты, там, где Нил впадает в Средиземное море, была красной, как вода в Ниле во время разлива. Казну этого царства называли Красным домом. Покровителем этого царства и этого царя считалась Кобра. Недаром, кстати, она потом достаточно долго изображалась на короне и фараон объединенного Египта. Считала, что в случае опасности она обязательно защитит фараона, эта золотая кобра, оживет и убьет врага. Столицей вот этого Нижнего Египта был город Буто. Верхний Египет, который располагался ближе к истокам Нила, имел столицу в городе Нихен. У владыки здесь была высокая белая корона, и сокровищница здесь называлась Белым домом. Покровителем Верхнего Египта считалась птица-коршун или сокол. В виде сокола даже потом долгое время изображался один из богов Древнего Египта. Ну а вообще сначала не прекращалась борьба между этими царствами за землю и особенно за Нил. Вот сейчас я вам хочу показать следующий слайд. Мы с вами отдельно поговорим об Исуанской плотине, которая была построена в 1960-е годы и впервые позволила египтянам хоть как-то регулировать по-настоящему разливы Нила, а не зависеть от них полностью. Вот эта фотография сделана сегодня на улицах современного Асуана. Ну а тогда, как и много тысячелетий спустя, египтяне действительно полностью зависели от Нила, от его разливов, и поэтому борьба между Верхним и Нижним царством в основном и была борьбой за реку, за прибрежную плодородную полоску земли. Ведь дело в том, что, например, владыка Верхнего царства, перекрыв воду, мог оставить без воды жителей Нижнего Египта, а это означало смерть. И, наверное, не случайно именно владыка Юга, то есть Верхнего Египта, покорил своих соседей и объединил страну, став царем Верхнего и Нижнего Египта. Вот так тысячелетие звучал титул фараона. Когда произошло объединение страны? Около 3000 года до н.э. Но поскольку все-таки периодизация Египта – это очень сложный момент, то вы можете встретить немножко другую дату, например, 2900 год до н.э. Но сто лет – это не очень большая разница. И так победило Верхнее царство, расположенное неподалеку от истоков Египта. Верхнее царство одержал победу царь Менес. Имя его вы тоже можете встретить в различной транскрипции. Его иногда называют Мен, иногда Нармер. И в одной из следующих передач мы даже посмотрим знаменитую палетку, такое медное изображение, палетку Нармера, посвященную именно этой победе Верхнего царства над Нижним. После этой победы, достаточно жестокое, конечно, произошло объединение страны. И, собственно, вот этот Менес, Мен или Нармер, считается основателем первой династии фараонов, династии, по которым и отчитывается вся история Древнего Египта. После того, как страна объединилась, корона у фараонов стала тоже объединенная, бело-красная. Мы с вами еще посмотрим ее изображение. А пока хочу сказать, что вот в тот период, на вечные времена, был и решен вопрос о символическом значении корон. Две короны на голове владыки означало объединение страны под властью одного царя. Та самая палетка Нармера, которую я уже упомянула, хранится сейчас в Каире, в Египетском музее. И вот на ней изображен царь, уводящий в плен 6 тысяч солдат и поселян. Именно вот с этой победой, сопровождавшейся такими жестокостями, появилась не только объединенная корона, но и объединилась страна. Благодаря этому объединению появилось единое государство, общие законы, достаточно общая культура и относительно единая религия. Хотя во все времена, запомните, пожалуйста, в каждом городе и в каждой области, то есть Номи, все-таки сохранялись свои местные, особо почитаемые боги. Мы им тоже посвятим отдельную передачу, но забегая вперед скажу, что богов в Египте было очень много, около 5 тысяч. Пожалуй, ни одна страна не может похвастаться таким огромным количеством богов. Ну, давайте вот мы с вами сейчас посмотрим следующий слайд. Такая пустынная местность, это опять-таки левый берег Нила, вход в долину фараонов. В долину фараонов, благодаря неустанной деятельности которых и сложилось все-таки великое государство под названием Древний Египет. А теперь давайте перейдем, собственно, к той периодизации и хронологии истории Египта, которая принята современными учеными. Итак, раннее царство. Это первый период в истории Египта. Это первая и вторая династия. Раннее царство. Почти весь этот период прошел под знаком борьбы за объединение страны, потому что, конечно, север не сразу покорился, там было множество восстаний, которые очень жестоко подавлялись. И все это завершилось окончательной победой юга и объединением страны. Вот именно к этому периоду, раннему царству, и относится основание Мемфиса, самой древней объединенной столицей Египта. Иногда еще этот город называли Белые Стены. Считается, что этот город и построил основатель первой династии царь Менос или Нормер. Кстати, остатки этой древнейшей столицы археологи в развальных нашли неподалеку от современного Каира. Период раннего царства – это период медно-каменного века, ручной керамики, когда египтяне еще не знали, даже гончарного круга. Но это время уже сложившейся иероглифической письменности, пусть очень сложной, еще очень трудной, но иероглифы уже существовали. Итак, цари объединенного государства избрали своей столицей город Мемфис, неподалеку от Каира, современной столицы Арабской республики Египет. На сегодняшний день в Египте форма правления – это президентская республика. Кстати, по-гречески «белая стена» звучала мен-нефер. И вот, собственно, опять-таки это греческое видоизмененное слово и стало в истории названием древнейшей египетской столицы. Город находился на самом рубеже Верхнего и Нижнего Египта. Наверное, чтобы никому не было обидно. Вот на границе двух объединенных государств сделали новую столицу. И с перенесением столицы в Мемфис и начинается тот значительный период в истории Египта, который принято называть древним царством. Итак, второй период – это древнее царство, время правления третьей, шестой династий. Если попробовать привязать это конкретно к каким-то годам, то это примерно 3000 и 2200 год до нашей эры. Вот 4-й, 3-й век до нашей эры. Это еще время военной демократии, последних племенных вождей, патриархального рабства. Древнее царство – это период великих пирамид. Это время первых каналов, это молодость Египта. И, наверное, тогда было создано в основном все то, великое и прекрасное, что прославило эту страну. Этот период начинается Медным веком, затем продолжается многочисленными войнами, но, правда, уже не междоусобными, а завоевательными. Египет выходит на мировую арену. Помимо аристократии появляется многочисленная каста жрецов, со временем несокрушимая. Ну и надо сказать, что простой люд не выдержал тяжести такого огромного возникшего государственного аппарата со всеми тяготами и налогами, повинностями, и вспыхнуло восстание. Крупное, вошедшее в историю, в ходе которого были разграблены почти все пирамиды, а мумии фараонов подверглись осквернению. Египет вновь распался на мелкие отдельные княжества – номы, которые опять начали бесконечные междоусобицы. И вообще, вот замечено, есть определенная интересная закономерность в истории Египта. Период величия заканчивается обязательно восстанием, который приводит к упадку. То есть взлет, восстание, падение. И вот так, собственно, и закончилось древнее царство, то очень мощным восстанием и разграблением даже пирамид. Но, в принципе, к сожалению, об этой эпохе нам не очень много известно, потому что и документы погибли в ходе восстания. Лучше нам известно искусство, архитектура, религии этого периода, когда окончательно оформились основные черты великой египетской культуры, одной из древнейших в истории человечества. Теперь давайте мы с вами посмотрим следующий слайд. Это опять современность. Вы сейчас видите гранитную мастерскую в долине царей. Сюда заводят обязательно всех туристов. Здесь можно приобрести статуэтки или кувшины, сделанные из алебастра или мрамора. Кстати, между прочим, существование таких мастерских – это осуществление современной государственной программы в Египте по безработице. Вот таким образом людям дают возможность заработать. А мы с вами двигаемся дальше в хронологии древней египетской истории. Итак, VII-X династии – это переходный период. Никакой. Это время смут и войн, о чем нам рассказывают памятники письменности. Ну, например, такой знаменитый папирус, как пророчество Нефертити. Нефертити, конечно, жила гораздо позже, но тем не менее вот этот древний папирус назвали именем этой знаменитой египетской царицы, о которой мы с вами отдельно поговорим. Кстати, этот знаменитый папирус хранится у нас в государственном эрмитаже, который является еще одним музеем, великим хранителем древнеегипетских памятников. Следующий период в истории Египта – это Среднее царство, 11-17 династии фараонов, примерно 2200-1600 год до нашей эры. Это бронзовый век или, как часто называют ученые, период лабиринта. Это был период борьбы за объединение страны, перед этим развалившейся. Это время появления новой столицы – Фив. Фивы – прославленный город, получивший благодаря своим памятникам в истории даже название «Стовратного города». В двух его районах – Карнаке и Луксоре – вырастают прекрасные храмы и величественные дворцы. Недаром сейчас к ним устремляются настоящие потоки туристов. Среднее царство – это период сильных и удачливых фараонов. Это время, когда ирригация по-настоящему прочно вошла в жизнь Египта и позволила ему больше не бедствовать. Кстати, сами египетские тексты почти ничего об ирригации не говорят, и это затрудняет точно определить то время, когда по-настоящему ирригация в Египте появилась. Но в любом случае, в период Среднего царства появляются первые настоящие водохранилища. Из них я назову знаменитый Фаюмский оазис. Он возник на берегу огромного рукотворного озера. Это водохранилище такого большого, что его даже называли морем, ведь другого берега было не видно. По нему плавали караваны судов. Египтяне называли это водохранилище Меридовым озером. Там была создана плотина длиной в 30 километров. Прорали канал Красному морю, который приводил воды Нила на поля, расположенные в низине. К сожалению, все эти удивительные ирригационные сооружения, также являющиеся памятниками древней инженерной мысли, до сегодняшнего дня не сохранились. Итак, как же возник период Среднего царства? Около 2000 года до н.э. один из фиванских царей вторично объединил страну и положил начало новому царству со столицей уже, естественно, в Фивах, потому что этот объединитель сам был родом из этого города. И вот тогда, после этого объединения, и начинается классическая эпоха Египта, когда его культура и искусство достигли очередных невиданных высот. В целом, это было время наивысшего расцвета рабовладения, деспотии, естественно, наивысший расцвет страны. Наивысший расцвет Египет в этот период достиг во времена правления XII династии царя Аминхотепа III. Именно тогда и был выстроен грандиозный храм со множествами переходов, которые греки и назвали лабиринтом, по аналогии с легендарным дворцом критского царя Миноса. Этот храм был настолько знаменит, что даже всю эту эпоху называют ученые эпохой лабиринта. В это время пирамиды сменяются гробницами, их уже вырубают в скалах, иногда украшают красивыми портиками. Кстати, это архитектурная деталь, найдет потом свое продолжение в архитектуре Древней Греции. Но чаще всего входы в гробницы все-таки маскировали, опасаясь грабителей. В этот период не только гробниц, не только величественных храмов, но среднее царство – это и крупные завоевательные походы. Именно тогда в Египте рождается чувство собственного превосходства, и поэтому Египет уже начинает называть страна людей. А вот какую-нибудь соседнюю страну Нубию – презренная страна Куш. Действительно, именно тогда фараоны Египта впервые создали империю. Но народу от этого опять пришлось только туго. И в одном из папирусов мы читаем о том, как жилось. Половина урожая расхищают птицы. Гиппопотамы, кстати, в Египте они считались хищными и опасными животными, их боялись. Так вот, гиппопотамы пожирают другую часть урожая. Потом налетает саранча. А тут к берегу пристает сборщик налогов. Его помощники держат в руках палки, а негры – розги. Если нет зерна, бьют филаха, так называли египтикрестьян. Вяжут его и бросают в канал. Вяжут жену его и детей. Вообще, самая характерная черта древнего Египта – это не фараон и не жрец, а сборщик налогов с палкой в руках. И подсчитано в Египте, поэтому было все и вся. Ускользнуть от налога было невозможно. А платить часто нечем. И поэтому в 1700 году до н.э. опять вспыхивает народное восстание. Уже настоящая революция. Восстали даже ремесленники, даже солдаты, даже рабы в крупных городах. На время восстания и позже, на некоторый период, восставшие даже захватили власть в свои руки. И сохранился интересный литературный документ. Этот папирус хранится в Германии, поэтому его часто иногда называют лейденский папирус. Или речения Ипусера. Ипусер, вероятно, был человеком знатным, потерпевший страшные крушения в жизни во время восстания. Так вот, он писал об этом. «Царь захвачен бедными людьми, столица разрушена в один час. Тот, кто не имел своего имущества, стал владельцем богатств. Дети сановников – влохмотев. Дети знатных разбиваются головой о стену. Тот, кто раньше не мог построить себе хижину, стал владельцем дома. Тот, кто никогда не строил себе лодки, стал владельцем целого корабля. Тот, кто спал без жены из-за бедности, находит благородных женщин». В истории, конечно, не раз бывало такое перераспределение богатств. И мы с вами знаем, что это называется экспроприация экспроприаторов. Но даже зная наперёд все закономерности исторического развития, как обвинять вот этих разъярённых бедняков, что не имели ни дома, ни ложа, ни жены. Ведь всякому терпению приходит конец, особенно когда человека даже за человека и не считают. Жаль, что за всю историю человечества правители, которые часто доводят человека до такого восстания, не могут усвоить простую истину. Ведь и до, и после подобных катаклизмов обычно наступает разруха и трагедия. Поэтому и в данном случае победители в Древнем Египте недолго праздновали свою победу. И лет через 50 после этого восстания, которое, как и другие, обычно не привносят надолго ничего хорошего, и Египет попал под власть загадочных пришельцев, страшных завоевателей, которые спустились с северных гор. В историю они вошли под названием гексосы. Это были люди, закованные в железные кольчуги, люди, которые примчались на колесницах, запряжённых лошадьми. Египтяне сроду тогда ещё лошадей не видели, и поэтому в панике бежали. Египет пал, начался второй упадок Египта. Именно на ослабленные волнениями Египет пришли вот эти завоеватели, о происхождении которых в науке до сих пор идёт спор. Кто же были эти гексосы, которые захватили Египет с молниеносной быстротой? Завоеватели были грубыми варварами и вели себя в покорённой стране неслыханно жестоко. Жгли города и храмы, разрушали все памятники, а с людьми обращались буквально как с рабочим скотом. И через сто лет такого угнетения египтяне опять восстали, и опять под предводительством одного из фиванских князей, будущего царя Яхмаса I. Они изгнали захватчиков, уже не пугаясь ни их лошадей, ни их железных кольчуг. И вот с этого периода, с этого времени и начинается новый большой период расцвета и могущества Египта, который историки называют новым царством. Ну а прежде чем поговорить об этом периоде, я хочу показать вам ещё один слайд из жизни современного Египта. Вот туристы, видите, окружили бедуинку, которая возле единственной на всю деревню угольной печи раскатывает и печёт знаменитые бедуинские лепёшки. Они очень вкусные, это основной продукт питания и бедуинов, кочевого населения современного Египта, и очень приятные лакомства для туристов, которым всегда их угощают, когда они посещают бедуинскую деревню. Итак, мы с вами остановились на периоде нового царства, который наступил после очередного восстания в истории Египта. Ну а о том, что было дальше, мы с вами поговорим уже в следующей передаче. А эту первую передачу по истории древнего Египта на этом мы с вами заканчиваем. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова